Игорь Тихонович, мир вам! С миром принимаем, Ливан! У меня вопрос такой возник насчет канонизации. Как она вообще осуществляется, канонизация? И почему за всю историю ни одного мирянина не канонизировали? Если можно, ответьте. Ну, такой вопрос задавал отец Андрей Протодиакон Кураев. Его зовут Протодиакон Сиаруси. Ни одного за тысячу лет в Русской Православной Церкви мирянина не было канонизировано. Если он не был мучником, а ушел в монахин, вполне он годится, его канонизируют. Почему? Ну, он мне не задавал вопрос. Вообще задал. А у меня это со всех сторон осмотрено. Седьмой, восьмой том открытым оком. Это там все сказано. Вот Григорий Петров, который написал, слава Богу за все, Акафист, написал за несколько дней до расстрела в ГУЛАГе. Акафист радости. Акафист возвышенной песни Христу. Слава Богу за все. Его и поют, и ставят сейчас, и, ну, понятно. Он священник, он мученик, и все равно не канонизировали. Он говорит, ну вот, хороший работник на таможне, взятки не берет. Как? В таможне работает, и взятки не берет. Я сразу сделаю маленькие вставочки кое-где. Говорят, что Петр Первый, когда образовывал эту службу, то говорит, избрать на эту должность самых наглых людей, и дать им самое низкое жалование. А остальное псы, говорит, сами себе достанут. Он заранее знал, что на этой должности просто так никак. Вот сейчас ты взятку сунул кому-то, и у тебя, у меня, у всех сразу все. И в шенгенскую зону мне подрели бы, а мы торопились, задержались там и выскочить скорее. Вот. Это все можно делать. Деньги решают все. Кадры. И вот Андрей Кураев поднял этот вопрос. А мне легко отвечать, потому что я уже насчитывал полностью 12 томов Дмитрия Ростовского жития, и прошел, промолотил второй, третий том настольной книги священнослужителя, и нашел где-то 173 новых канонизированных, которых у Дмитрия Ростовского митрополита нету. Нету. То есть дополнено где-то. И вот теперь, зная всех святых я стал составлять симфонию. Ты видел вчера, синенькая лежит на столе. Вот. Симфония на жития святых. Такой не было. Это мой труд многолетний. Но он не по буквам составлен, а по событиям. Ну, пример. Я считал где-то, что дьявол камнем ударил человека. А кто? Ну, теперь слово камень и дьявол. Ты можешь два слова ты вспомнил, а там так. И ты видишь, а в Верке он стоял, а над стадионом огромный камень, 250 тонн, допустим, летел, сатана его нес. И его ударил по коленке, там нога болела долго. И слово дьявол, там это отображено. И так в любом вопросе тебя интересует птица, голубь, сердце, мучение, смерть. И там слово определенное выделил. Но после каждой вот этой тематики я оставлял две строчки дополнить кто что знает больше. А я прошел в общей сложности вот прослушив около десяти раз все 12 томов. И что получится? и подтверждаю протодиакон прав. Вот смотрите, Господь смотрит на пользу от кого больше пользы было для Царствия Божия. Вот апостолов избрал. И были люди там разные. Были женщины. Они что проповедовали как Мария Магдалина. Ее называют апостол для апостолов. Однако в церкви ее биографию во время Андрея Критского канона не считают а считают Марии Египетской у которой за 47 лет пустынищество в пустыне и до этого было ни одного дня по-евангельски она не прожила нигде. Блудница из блудниц зашла ее в храм не пускала сила Божия как говорит житие причастилась где она крестилась сама ли в воду залезла ничего толком непонятного и 47 лет она там на холоде и голоде жажде и у ней левитация была на локоток от земли Зосима увидал и все он упал перед ней с чашей с чашей пришел и падает перед ней повело повело его так вот когда увидишь такое вот искажение гипертрофированное то думаешь что и кто знает кто святой кто не святой 4 глава 5 стих 1 послания коринцев говорит не судите никак прежде времени доколе не придет господь и не освятит сокрытой во браке и тогда будет похвала каждому до каких пор нельзя судить не судите никак притом ни анапими ни канонизировать потому что мы не знаем в канцелярии божьей не было не были доколе не придет господь то есть общий суд и тогда обнаружится они пренебрегли этим и взяли на себя полномочия дедушки старые митрополиты епископы сидят канонизировали когда матрону московскую до этого ксения петербургская и сразу забывают вот царя николая вы канонизировали тут же забыли матрона но это может подольше держится когда канонизировали есть сведения там многое сокращено это так понятно люди которые знали и говорят она сильно обличалась священникам что они ничего не делают о это нельзя вычеркнуть а из песни слова не выкинешь это нельзя выбрасывать а что шлифуют кастрируют истинное положение вещей это я знаю из своей биографии как они мне приписывают то чего нету и как удаляют то что было один тут написал священник ему написали вот мы слушаем вот такой есть в Алтайском крае Игнатий миссионер и не знаю говорят еретик сектант раскольник псевдоправославный и там кто другое а это отец Сергий говорит из Нижнего Новгорода и он говорит ну как определить ну где человек живет допустим мы не знаем он идет но мы можем проследить куда он зайдет а там он и живет и когда получку получает куда он идет к соседям или домой и что заработает куда тащит ну и так у него бывает такое чтобы люди обратились не то что бывает а полно и сектанты и кого только нет у него баптисты адвентисты обращаются православными делаются ну а куда он их приводит ну как куда в патриархию а вообще еще нужно вы что спрашиваете поверьте пройдет лет 50 его канонизировать будут уберут то что не нравится и мощи будут я засмеялся я как дам сапогом то своим кирзовым так вы и вылетите из могилы он сразу это решил куда приводит куда приводят вот эти они канонизируют Герасима те которые дедушки в клобучках сидят а кто такой Герасим ну пустынник а чем он прославился ничем ну что то особенное было да было к нему подошел ревущий лев и он увидел нога распухла у него у него шип попал туда ногу проколол попала какая-то зараза и он эту лапу у него там видимо разрезал перебинтовал вытащил занозу и лев остался у него жить как дрессированная собака и он на нем воду возил а когда он еще умер лев то подошел а он мертвый и лев то заревел поднялся на лапу и как об землю ударился и умер его канонизировали значит от него кто обратился от Герасима никто один лев и тот самоубийца я ему разложил это дело а Герасим Петрович Павский профессор преподаватель духовных семинарий академии воспитатель царских детей переводчик пишет книги для школ еврейских это как знать надо было язык Герасим тоже Герасим я специально так это взял Герасим вот Евангелие от Матфея это он перевел Псалтырь это и он перевел и другие книги там сколько и он налитографировал студенты налитографировали его перевод который он сделал для семинаристов духовной академии академии для лучшего разумения то есть духовная академия и они не понимают но власть узнала там был такой амфилохи митрополит и как они поднялись а расследование подняли полицию его арестовали эти переводы его ветхого завета изъяли и сожгли но несколько там три говорят перевода спрятали студенты не отдали а они сами налитографировали 500 экземпляров и теперь когда перевод то уже был официально разрешен и в это время эти переводы были изъя выдвинуты на передний план так вот как почему нет герасима нет от которого через библию на русском языке которую на русском языке издавали до революции которые издавали после революции Пимена патриарха Алексея второго и вот сейчас мы знаем патриарх Кирилл тоже вышла библия и новая завета отдельно Ивангелие Красное по его благословению все синодальный перевод баптисты за границей здесь везде зарубежная церковь православная католики брюссельские издания все каноническое берут и не канонические книги в которых принято это синодальный перевод 1876 года то есть прослушали как перевел Павский Герасим миллионы людей сотни миллионов а сколько обратилось через это и его не канонизировали по сей день и ничего за ним не числится ничего плохого как у Давида там измена там мужа убил отнял за этим ничего нету того Герасима канонизировали этого нет ну что непонятно там ничего нету один лев самоубийца и здесь мы не знаем сколько но раз слово Божие доходило до сердец людей мы можем не сомневаться Господь бодрствует над словом и слово его живо и действенно до разделения души и духа составов и мозгов и судят помышления намерения сердечные утверждаю перевод синодальный наилучший за всю мировую историю перевод делали четыре духовные академии четыре лучшие переводчики в того времени Хвольсон Данил Аврамович я говорю когда сказал беседуя с Александром Менем сидим напротив друг друга я задал вопрос он еврей природный работает с оригиналами еврейскими а вы могли бы так перевести он даже отшатнулся от меня да вы что таких переводчиков больше нету я сам переводы делал с некоторых языков и всегда говорил мои знания мизерные мизерные по сравнению с тем что должен знать человек я много учился в немцах собрании проповедь говорил на немецком языке с англичанами встречался но занимался и меня никогда не заносило что я знаток языка в армии был для офицеров которые учились в академии делал переводы которые им давали мне отпуск дали они вне времени и вот теперь смотрим собираются люди делают как зачем не зачем это что милости Божьей не хватает он говорит придите ко мне все труждающиеся обремененные я успокою вас евангелие от мотфея 11-28 и что исследовать что написали люди нет исследуйте писания ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную через них а они писания эти свидетельствуют о мне евангелие от яна 5-39 речь идет о ветхом завете конечно первая книга матфея появится через пять лет после вознесения христа у марка 7 луки 15 лет пройдет а евангелие от яна через 35 лет я некоторые данные выдаю чтобы понять как и когда перевод делали то переводы поступали в специальную синодальную комиссию синодальную патриарха не было и они рассматривали у них было в месяце три присутственных дня когда они собирались свои дела решать церковные и один из дней этих был полностью посвящен просмотру поступающих частей перевода Святой Библии вообрази а у немцев один лютер сидел ну там помощник там был рядом он он не переводчик так и другие где вот английская холлибайбл Джеймс это короля Якова да король-то король Якова не переводил там другой переводчик был при нем а Библия так считается перевод Якова один человек четыре духовные семинарии да еще не с доверием и не слова смотрели с арабским текстом сравнивали латинский греческий еврейский и одновременно иногда смотрели они проверяли а как это слово потому что слово многозначно бывает как у нас сказать коса коса у женщины коса косить и коса мелководья на берег на берегу по смыслу как святые отцы толковали это слово в каком порядке какое слово значение его даже на это смотрели это вообще даже вообразить невозможно и вдруг в Библии синодально неправильно там находятся люди которые говорят сумасшедшие безбожники хулители истины может быть хулители духа святого при том из переводчиков двое канонизированные филарет митрополит и архимандрит макарий глухарев алтай на алтай он трудился среди аэротов канонизированные это уже тоже что-то значит хотя канонизировать не надо но вот этих думаю надо было авторитет перевода утвердить можно не через канонизацию просто то что я говорю вот мой ответ зачем они эти дела ну видите вот мы приходим допустим к Путину или к кому-то ну нас же туда не допускают а секретарь принимает вроде это секретарь пониже должностью то есть устройство земное люди привели на небесное хотя Моисею было сказано сделать все как видел на небе надо смотреть как на небе устроять а у них наоборот земное они применяют к небесному это вообще потеря полная потеря направления большой святой кто лучше служит вот чем он болел или чем он занимался вот такому молиться в Библии написано что и там был усечен раб мой Антипа в откровении Анна Богослова Антипа голову отсекли голову и теперь стали рассматривать а что в голове из ушей глаза и вот к нему к Антипе обращаются когда болеют зубы Ванифати Ванифати пил с Аглоидой блудно жил а и стал мучеником и вот теперь этому Ванифати Акафисты каноны и иконы все матери у которых сыновья запились он когда умер то он и не отстал от этого он какой был с госпожой своей там блудил жил Аглоидой ну что там про это говорить хватается за все а этот что а этот ползал он был парализованный он едва передвигался святой вот это мы и в страте будем молиться у кого ноги больные костыли в руках но это чисто православное мышление достаточно златоуст говорит самая сильная молитва когда человек молится прямо Богу и самая сильная когда ты сам молишься тебе помогают да двое или трое согласятся о чем-то молиться я услышу исполню это да но главное ты переживаешь твой ребенок он теперь заблудился а как это узнать ну и жития святого блаженного августина как мать его была Моника куда он не поедет она с ним за ним следом он не хочет он на стадионе она с ним и когда епископ узнал и говорит не может быть того чтобы чада такой боголюбивой матери не обратилась к Богу а он уже и ребенка нажил и а он обратился наконец и муж а муж был крутой нравом после каждой получки драка и соседки все с фонарями ходят а Моника ходит здоровенько веселая а почему тебе вот что он же хулиган такой а он епископом станет я уже так украшиваю сегодняшним положением она молчала обычно когда возвращается мужик что нажрался опять работал день тут денег не хватает а ты паразит мужик разворачивается хлобы все по морде вот она и ходит ночью светит фонарями а она молчала и сын обратился и она обратилась Моника святая и муж обратился вот бывает семейка какая так что нам православным есть на кого смотреть прямо к Богу молиться а вы я каждое утро повторяю повторяю святых поминаю примерно 77 человек примерно 77 так что обвинить меня то что я не признаю святых это не соответствует действительности ну вы слышали сегодня молился сколько я поминаю отдельно они у меня мученики отдельно святые отдельно женщины и других там я поминаю отдельно пророки евангелисты ну у меня оружие это есть вот оно сотня называется сто поклонов не менее семи раз в день сто восемнадцатый псалом сто шестьдесят четвертый стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей не то что я прошу а за суды за глаз больной за майдан за все что есть за что бога благодарить надо за суды ебанья праведная за тех которые там на меня что-то написали раздают сергия лавры как ты говорил так так повтори как ты на них вышел или как да я просто был как бы зашел в храм вышел смотрю стоит человек у него сумка рюкзак большой и внутри литература как-то разговор зашел о вас минут через десять вот так и он говорит вот у меня как раз есть антилапкинская достает мне брошюру и начинает объяснять что-то оттолковывать дай мне ее говорит вот почитай научись и так далее это он еретик и так ну и все в этом духе что тут говорить ну что доказать конкретно вот представьте вы считали митрополит Сергий Иванников пишет у Игнатия не выявлено догматических и канонических отклонений нарушений а эти никогда не встречались почему бы им не прислушаться к ответу который он давал народной линии за вопрос кто я такой и что митрополит Игнатий Тихонович а вы вот не раскрыли вопрос как вы думаете почему мирянина не канонизировали за историю всю и что не канонизировали мирянина ни одного не канонизировали потому что у меня ответ один пираты захватили корабль и вот Григорий Петров об этом пишет у меня в книге к истинному православию там есть это в конце ну видишь ответ Григория Петрова и вот он говорит строится не царство божие а царство попов у монахов вот храм Святой Софии в Константинополе Стамбул теперь и вот там пристройки разные строят уже храма не видать он говорит ну что мы строим то вот и весь ответ монахи они своих канонизируют и страха никакого нет что он Герасим сделал ничего занозу вынул никакой у него коротенькая биография ничего нету но он канонизируется и никого нету один он остался один в монастыре Герасимов монастырь вот и ответ весь кто у власти коммунисты были а кому они ордена давали а у Гитлера кому ордена давали кто ему послушен те национальные герои вот и весь ответ почему деда Хасана японщика там других преступников уважали пока не убили их потому что они делили правильно общак общее там что они собирали правильно разрешали споры вот и все то есть в каждой категории есть свой уважаемый и легендой даже могут назвать его а вот я здесь канонизировать мне интересно пришлось однажды считать город был оккупирован врагами и готовился к сдаче и в это время там какой-то сержант вышел и говорит я мог бы город защитить да сиди защитить вон войска все полковник у нас два генерала и говорят еще нельзя сделать он говорит а я бы сделал что ты сделал защитил город ну тогда посудили военные спросили да он очень отчаянный такой и замещаний никаких нету ну недавно ему звание сержанта дали интересно ну так дадим ему власть дадим ну давай ему сразу генерала дали чтобы его слушались мандир надели и он сразу это сделал собрал в одном в одном месте я говорю знаю где у них тут прорыв сделать кинулся на них ночью разгромил страх напал и они отступили город был спасен и вот городская дума заседает как его наградить чтобы потомки помнили ну говорят графское дать ему должное так сказать звание графа присвоить другие говорят большие имения дать везде короли так их награждать да это все временное умрет и там дети какие будут никто а кого у нас чтут всегда святых ааа ну он же не святой да как можно сделать святым а как еще ведь обвинить его и казнить казнить и канонизировать что и было сделано с успехом вот потому что канонизация не на один день делается а все остальное временное попутно хотел сказать город город был окружен однажды и готовился сдачи но война все еще шла гибли люди и был ультиматум который окружил город держал осаду и говорит я разрешаю завтра открыть ворота и ни один мой воин не войдет в город если вы его покинете сами каждый возьмет с собой только то что может унести прошла ночь не знает как и вдруг утром на рассвете ворота городские открылись а вокруг войска неприятеля и вдруг видят одна за другой выходят женщины и каждая несет на себе раненого мужа который идти не может тот генерал который окружал их его до слез пробило это он сказал не трогать пусть возвращается в город это пример для нас всех и отступил от города вот как мы должны канонизировать кого они канонизировали женщины мужей своих героев защиты города блокадного Ленинграда эта история нам сохраняет подобные примеры на эти вопросы поэтому студентам я отвечал всегда что об этом говорит Библия да это Библия я должен знать был на зубок с неканоническими книгами дальше что говорят об этом святые отцы а это 300 томов что на этот вопрос отвечают каноны 719 правил я стою за кафедрой мне некогда листать да я что найду я их должен знать и что говорят об этом жития святых 1173 биографии жития и далее что об этом говорит мировое искусство литература практика опыт история вот я вкладывал это в каждый ответ вот вот теперь и самое главное я говорю у меня нет никакого гуманитарного или духовного образования нет я все добывал самоуком я псевдоправославный лже-миссионер и проще и проще в них понимании господь придет рассудит открытое сокрытое во мраке я вчера вам давал просчитать доктор богословий наук там профессор кандидат юридических наук павел бочков отвечает по-разному смотрят на игнатия лапкина но куда вы денете тысячи людей которые пришли через него с тобой рядом сидит пупков сергей павлович коротко сказать он увидел объявление где-то в городе что идут занятия в техническом университете и православная церковь и он говорит косят под православных я пойду разберусь сергей павлович подтверди это и что дальше было так ли было да так разбираюсь сколько лет 2000 года 2000 год 19 год разбирается принял крещение ведет работу занятия безотказно ты у него присутствуешь у меня то негде лечь то приезжают гости к нему и ты левону удостоился этой чести быть у брата нашего вот все я псевдо православный да все были бы такими псевдо православными как вы гуру гуру а гуру это учитель означает я говорю а что вы гуру то гуру это я хорошо знаю слово я говорю скажите сталин был вождем ну да так и называли вождь народа а гитлер был вождем как называли фюрер а муссолини был вождем да по итальянски дуще ну давайте мы к Сталину обратились бы фюрер Сталин что вы сделали а вождь а вождь Сталин сойдет а это слово одно и то же оно даже многознащивости не имеет вождь предводитель вот и все псевдо православный а что православный вот я говорю из 719 правил сегодня мы считали 413 ежедневно целенаправленно умышленно нарушается в патриархии вот и все согласно правил все священники безблагодатные но я этого не утверждаю если они рукоположны до 30-летнего возраста а в дьяконы до 25 6-й вселенский собор 14-15 правила я вспоминаю случай который у меня был в Нью-Йорке в Синоде русской православной церкви за рубежом я сижу в канцелярию а секретарем был тогда епископ Капрал Иларион Капрал это фамилия это не звание Капрала военное и у него что-то там не ладилось с кем-то двое муж живой были и он говорит вот видишь допустили ошибку что-то то ли платить надо было или что-то когда они вышли он говорит сейчас бумагу напишут вам и что-то такое вот было он живой можно было бы спросить что там было а я сижу рядом листа и журналы дали когда они вышли я говорю владыка да они не правы как не правы да так правило гангс собора такое-то говорит а ладикийского так да вы что это вы так правило знаете ну да он тогда зовет их и говорит открыл и правда так и они сразу согласились и вышли он говорит тогда никуда не уходи тут еще жалобщики есть по канонам по святому писанию тут понятно я библию знаю я баптист тут так как баптист православный говорит мы никогда не думали эти старобрядцы что сатана как дает знания в библии надо же так это а когда я стал говорить по святым отцам они так ахнули это последний оплот у них был надо же время пришло какое-то что сатане попущено знать даже то есть они изначально слово сатана включили место бога по ненависти а когда узнали что я цитирую наизусть каноны с ними шок был надо же как это все позиции бог сдал сатане отдал и сатана как знает каноны вот и все это у нас тут когда сказали мы баптисты им баптисты баптисты сектанты ну вдолбили и вот они в ямках у них это сохранилось этот шарик баптисты и вдруг приходят иконы на сестра желудной раненой встречаются и говорят э нет это они их ради вас повесили потому что у баптистов нет он изначально одно слово взял и при том говорят люди священники она говорит я видела иконы иконы висят висят везде у них э нет это ради вас повесили у баптистов икон нет да у них епископ есть какой епископ у сектантов нет епископа так они не сектанты как не сектанты сектанты но епископ он приходит говорит они его палками гонят пока за деревню не выгонят вот изначально вешку неправильно поставить и в другом направлении будем все время долбить и долбить так что канонизация я считаю незаконная но канонизированных признаю видишь какая моя они на всем меня обвиняют что я богородицу не признаю а как каноны считаю молитвы все считаю праздники справляю я говорю только надуманные праздники надуманные это есть такой рассказ один да даже есть это притчи сейчас ставят православные такие он послал его там идут люди а ты им скажи вот то-то то-то если что-то несут скажите носить вам не переносить чтобы каждый день у вас это было а в это время покойника хоронят преступники у него кожаная куртка на гробу носить вам не переносить каждый день было они сгребли его и давай его там лупить он пришел а другой говорит ты не так говори а говори чтобы у вас никогда этого не было мне вас жалко он пошел а в это время свадьба он говорит чтобы никогда у вас этого не было ему опять попало ну нельзя так на похороны а свадьба одно и то же у православных так благовещение считает то что архангел Гавриил сказал архангел Гавриил и что Божья Матерь говорит величие душа моя Господа притом считают со вставкой счастнейшего херувим нарушение нарушение не добавляй к словам Божьим отдельно пропойте сто раз счастнейшую херувим но в слова Божьи не вторгайтесь как в очи наш ибо твое и старство и сила и слава во веки а считает ибо твое и старство отца и сына и святого духа зачем вы туда вставили 6-9 считайте Матфея я забочусь о спасении и Бог сурово накажет вас за это этого нельзя делать добавлять и вот Божья Матерь успение успение она умерла уснула а в церкви считает опять то же самое как этот дурак и считает опять величие душа моя Господа что презрел на смирение рабы и дальше дальше Божья Божья Матери успение есть да а какое еще мы знаем какие праздники богородичными называются ее рождение и на рождение тоже считают все что праздник касается нету ничего на эти праздники вот допустим преображение есть о Христе Рождество есть ну какие Сретения есть а на Божью Матерь надуманное все и я об этом сказал я соблюдаю все но у меня есть мозг я размышляю и Богородица название по другому не истории говорил Христородица Бога нельзя родить я об этом сказал он не признает Богородица признает Нестория то есть дуращество Христос так вы как называете Богородица Дева радуется так и говорю но я я не настаиваю я выразил рассуждением мысль об этом принимаю все что есть а он мощи не признает как я к мощам прислоняюсь целую что еще надо чтобы я их изжавал или что конкретно как я должен вам доказать иконы не признают как не признают я прикладываюсь к иконам то есть ложь ни одного обвинения в мой адрес они подтвердить не могут и поэтому они клеветники слуги дьявола он отец лжи вот и все об этих людях я молюсь молюсь а мне бог дает великую награду когда имя ваше будут проносить как негодное сыну человеческому радуйтесь веселитесь велика ваша награда на небесах вот весь ответ благодарю за ответ Игнатий Тихонович и пошел по всем правильным православным поскорее псевдоправославным как Игнатий Тихонович а меня-то это никак не трогает я сижу дома аппетит хороший есть у меня есть что сплю нормально а вот такое-то такое-то там никакого влияния на меня это не оказывает они ничего доказать не могут и когда думали что что-то принесут обвинение как-то судил Фест Феликс и ничего не могли на Павла сказать а только Павел говорит то что я громко сказал что я верую и все Иисуса Назарянина а он когда писал письмо я думал говорит обвинители что-то представят ничего не представили поэтому посылаю вам вот так Пилат написал там все по вопросу по вашему благодарю аллилуйя спаси Христос с Богом Господи вас спаси Христос так день так как будешь проводить я сегодня собираюсь идти к человеку гончару в мастерскую так если тебе делать нечего ты в городе можешь походить по храмам поездить то другое если совсем нечем и ты тоской давим будешь и тебя охота будет встретить я разрешаю прийти хорошо буду на связи ну это на крайний случай понял не просто занят а супер занят но для вас у меня есть время благодарю вас вот так ну и все тогда все с Богом с Богом Игорь Тихонович спаси Христос я этот ролик сейчас выставлю давайте отключайтесь все